Все заболевшие – жители Тувы. 348 детей и 30 взрослых ехали транзитом по путевкам в Евпаторию. И в Москве должны были сделать пересадку, однако продолжить путь смогли не все. Еще по дороге проводники вызвали скорую, так что на Ярославском вокзале пострадавших уже встречала 21 бригада медиков. Детей развезли по трем больницам. Один ребенок находится в Тамбовской области. Его сняли с поезда чуть позже. По последним данным госпитализировано 56 детей и трое взрослых. У всех пострадавших пищевая токсикоинфекция. Сами заболевшие грешат на плов с курицей, которым они обедали в вагоне-ресторане. За питание там отвечает не РЖД, а сторонняя компания ТТКМ. Она находится в Томске и обслуживает поезда восточно-сибирского филиала. Вот как раз проверкой этой фирмы сейчас занимаются следователи и федеральная пассажирская компания. Там говорят, на ТТКМ еще никто не жаловался. Данная компания себя хорошо зарекомендовала. Только положительные отзывы всегда были. Ежегодно осуществляется данная перевозка. И новогодние поезда отправляем, и перевозку детей на юга нашей страны. Были всегда только положительные отзывы о качестве питания, о качестве перевозки, о качестве подвижного состава. Ну вот, данная ситуация, как бы, сейчас будем искать, где слабое звено и по какой причине произошла данная трагедия. Уголовное дело уже возбуждено. Сейчас все ждут результаты анализов, из которых станет ясно, виноват ли плов или дети отравились чем-то другим. Если причина в некачественном питании в вагоне-ресторане, то за это ответят повар и директор вагона. Наказание по соответствующей статье от двух до шести лет. Однако, будет ли компания ТТКМ и дальше обслуживать поезда, пока неизвестно.